Каждое утро Татьяна Чистяковой начинается с ярких красок и свежих ароматов. В небольшой оранжереи соседствуют миниатюрные ромашки и роскошные герберы. В букете они будут гармонично дополнять друг друга. Конечно, если за дело возьмется флорист. Татьяна пришла в профессию пять лет назад, без опыта. Тогда ей казалось, что названий цветов безмерно много. Сейчас девушка с легкостью перечисляет состав букета, ее слова звучат как заклинание. Тут помимо розы всем известной, кустовая роза, эустома, матиола, вероника, ванда. Это все в одном букете? Это все в одном букете. Также хризантема и в качестве зелени русскус Израиль. Интересно, что и цветы под властной моде флористы за ней постоянно следят. Например, сейчас в тренде объемные букеты с фактурной упаковкой. А вот привычные хризантемы и розы на цветочном рынке уступили место экзотическим растениям. У нас главный цветок это лилия. Мы выбрали эустомку, это экзотичный цветок, чтобы вот эти тычиночки повторяли. И также уцеллозии. Получается, все смотрится гармонично в букете. Получается, человек с отсутствием какого-то вкуса и гармонии, он не может стать флористом? Нет, любой человек, я считаю, что может стать флористом. Это сложно, но я думаю, что просто большой труд. Флористы с удовольствием делятся секретами, как сохранить благоухающий вид срезанных цветов. Например, можно купить специальные средства, которые добавляют в воду, и они убивают вредные бактерии. Есть и другие весьма простые хитрости. Я одна из тех редких женщин, которая не любит розы. Считаю эти цветы очень капризные. Оказывается, я просто не умею за ними правильно ухаживать. Специалисты говорят, прежде чем поставить розу в воду, необходимо ее немного подрезать ножом и под углом. Настоящий профессионал способен создать букет по описанию человека или по фотографии. Получается, что грамотный флорист еще и психолог. Бывает, люди приходят и говорят, что женщина, например, рыжая, какой-то возраст у нее, она любит, например, кошек. И мы, исходя из этих данных, собираем букет. День флориста в России отмечают с 2009 года. Татьяна и Анастасия признались, лучший подарок для них – цветы. И они вокруг, а значит, каждый рабочий день – праздник. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Елена Кузовка. Елена Кузовка.